31 июля мусульмане отметят священный праздник Курбан-Байрам. У многих верующих возникают вопросы, как будет проводиться праздничный намаз и можно ли раздавать мясо жертвенного животного в связи с тем, что еще сохраняется риск распространения коронавируса. В интервью Вестям на все эти вопросы ответил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Праздник Курбан-Байрам является вторым по значимости священным днем для всех мусульман. В этом году верующие отметят его с соблюдением всех норм безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. В нашей беседе председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев отметил, что праздничный намаз будет совершен. Но тем не менее верующим необходимо быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию и необходимые средства защиты. До сих пор остается очень много больных, зараженных и поэтому ко всем просьба, чтобы были маски, чтобы были перчатки и каждый человек принес свой коврик молитвенный, чтобы он постелил. Там есть ковры, но тем не менее на ковры постелил свой коврик, отошли друг от друга, не прижиматься друг к другу, не обниматься после намаза. Вот эти правила мы должны соблюдать. Также Исмаил Хаджибердиев отметил, что часто наблюдается такая тенденция, что перед праздником Курман-Байрам цены на жертвенные животные искусственно завышают, что является недопустимым в исламе. В связи с тем, что праздник попадает на пятницу, то каждый верующий также должен прийти на пятничную молитву, подчеркнул Исмаил Хаджибердиев. Вот то, что Иблис тебе подсказывает, вот людям надо, они возьмут, поэтому поднимай цену, от этого вы богаче не станете. Поверьте, вот это вот лишнее, которое есть, это все и уйдет от вас, причем причиняя вам вред. Поверьте, это будет так. То, что барашки стоят, лишнюю цену поднимать не надо, я вас прошу. От этого вы богаче не станете. Важно при раздаче мяса жертвенного животного в период пандемии стараться избегать рукопожатий. Мусульману очень важно, соблюдая каноны своей религии, не вредит ни себе, ни другим, подытожил муфти республики Исмаил Хаджибердиев. Варашку, которую порежете, надо разделить на три части. Одну оставить себе, одну раздать, одну соседям отдать. Это надо сделать так. Ходить по всем соседям не надо. Самые ближние соседи, родственники, можно им передать без никаких обниманий, без никаких этих. Надо соблюдать все те условия, которые нам предписаны санитарно-эпидемиологическими службами. До сих пор еще вот этот вирус, он не ушел. 31 июля во всех мечетях в 8 часов утра все верующие мусульмане совершат праздничный намаз. А уже после каждый мусульман у себя дома совершит обряд жертвоприношения. Алиханлип Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия.